так ребята включайте ваше видео пожалуйста что-то ни у кого нет видео почему алё так всем здравствуйте вот наш с вами программа сегодня григорий моя время дима саша и николай так гриша ты тут нет крыши нету ну тогда маечка ты готова вы можете остановить вашу зенавтрацию да я выключаю пожалуйста какие мы круты обладают потрясающей силой духа не боя не бояться рисковать и меняет мир это ну эти две девушки я думаю вы знаете мари кири и первая девушка которая полетела в космос Валентина Дирешкова Американская писательница и телекомментатор наибольшую известность получила как первая женщина официально пробежавшая Востонский марафон на фото видно как не просто ей это удалось вот здесь видите все мальчишки я не хотела чтобы она была но она все равно это сделала здесь шестьдесят один в общем представитель организаторов марафона пытался силой увести ее с утра и по словам швицер потребовал потребовал чтобы она вернула номер и убиралась к черту черту с не с его марафона фотографии этого инцидента попали на первые страницы ведущих изданий мира вот на этой фотографии это Амелия Эрхарт одна из самых лучших летчиц в мире ну да девочки в науке 11 февраля отмечая международный день женщин и девочек науки ю на и с е фе объявил известную британскую ученую из Кыргызстана Асель Сартпаеву послом программы девочки в науке доктор Асель Сартпаева профессор химии университета БАТА и член королевского научного общества в Великобритании ведущие новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах вот это Асель Асель Сартпаева а вот это просто девочки уникальные женщины эти все девушки попали в книгу рекордов Гиннесса на самом деле Ирин Сьюэ пробежала 42 километра на высоких каблуках за 7 часов и 28 минут благодаря этому этому девушка занесла в рекорд книгу рекордов Гиннесса немка Йоханна Квас является старейшей девушкой гимнастика в мире сейчас женщина девяносто три года вот она и она все равно гимнастику все еще делает Анета Флорчик из Польши является самой сильной женщиной в мире на последнем соревновании она подняла взрослого мужчину над головой двенадцать раз россиянка Юлия Гюнтель самая гибкая женщина в мире ее рост составляет сто семьдесят шесть сантиметров и она прям может согнуться в колобок такой она ну она лежит на груди и ноги так прям сверху просто кладет и так она может три раза за двенадцать секунд сделать дальше Пегги и Витсон является женщиной которая провела в космосе наибольшее количество времени в общей сложности шестьсот шестьдесят пять дней и двадцать два часа ну можно сказать год больше поэтому почти два года Жанна Кальман вошла в историю в историю как старейший человек на планете умерла она в возрасте сто двадцать два года и сто шестьдесят четыре дня и все и я еще хотела вам показать у меня две книги про девочек Good night stories for rebel girls и The double daring book for girls эти две книги это означает The double daring это ну дважды как его дважды смелющая книга для девочек а в в оглавлении у нас как его в другом в другой книге good night stories for rebel girls это как его как сказать книга для чтения на ночь да для ну не просто обычных девочек но про крутых девочек которые мир кстати тоже поменяли здесь есть как его очень много девушек она математик потом supermodel бренд шампан это direct это как его она директор потом балерина они вот все всякие разные девушки здесь как его написано и они все поменяли мир ура и здесь даже две как его две мои моя анджела и моя габера так хорошо а наша моя в чем будет мир меня ну я на самом деле как я там было же женщины в науке это как его это на самом деле целая программа такая и меня ну я в ней участвовала и меня назвали самую ну младшую которая там ну самая молодая самая молодая ученая типа у меня похоже 8 это где среди женщин австралии это международное все понятно спасибо мальчик у тебя все так ребята что вас удивило удивляйтесь алло народ ку-ку народ что-то не реагирует люди а где вы меня удивило сколько рекорды которые установили женщины особенно гимнастка которая в 93 года продолжает заниматься гимнастикой у меня тоже удивило что это гимнастикой а еще удивление нет значит меня приятно порадовал сам рассказ у нас мая она сегодня замечательно рассказывает ну вот и сама тема тоже вдохновляет то что мая показывает натуральные книжки которые у нее есть это тоже очень здорово то есть то есть постоянно свои выступления связывает своей жизнью это мне очень нравится что касается знаменитых женщин я знаю одну женщину ну не лично знаю конечно у нас в германии она сейчас уже умерла все-таки но еще до второй мировой войны в конце двадцатых начале тридцатых годов была знаменитая певица актриса оперетте актриса кино звали ее Марик Орек вот и я видел ее в 2008 году она выступала ей было уже близко к 80-ти годам и она спокойно вот так не поддерживая руками поднимала ногу точно вертикально вверх она вышла в спортивном костюме и делала шпагат вертикальный свои 8-10 лет вот она вообще очень знаменитая она ну в германии можно сказать национальный герой вот несмотря на то что она ну была знаменитой актрисой во времена фашизма вот она потом себя нашла в том что она ну тоже дальше продолжала свою карьеру после войны в общем позитивный образ жизни вела и все такое вот так ну ладно вы на следующий Гриша пришел нет? нет часовые пояса это вот карта на ней видно часовые пояса и вот тут хорошо мне нравится эта карта что здесь хорошо видно что она идет не точно по прямой то есть вот эти вот оранжевые и голубые полосочки они вот такие вот неровные это происходит это происходит потому что крайне неудобно чтобы в одной стране было разное время поэтому вот их стараются максимально сделать так чтобы в одной стране люди жили с одинаковым временем но это не всегда получается например такие большие страны как россия их невозможно вот прямо так в одно время впихнуть потому что будет достаточно отличаться все равно их время на несколько часов в разных частях россии оно отличается но маленькие страны их стараются вот так вот отградить чтобы было удобно и в общем то часовые пояса они определяются так достаточно примерно то есть в общем то время отличается там проехать если несколько километров или несколько десятков километров время в том месте уже будет другое не такое как в том месте где ты был но это все равно крайне некомфортно таким образом определять время поэтому сделали вот придумали таким вот образом распределить все это по часовым поясам в общем то есть очень много интересных таких особенностей часовых поясов например в тихом океане есть что-то вроде машины времени это такая так называемая линия смены дат с одной стороны от этой линии одно число ну один день а с другой другой и получается оно там немножечко необычно если эту линию пересекать то ты попадаешь совершенно в другой день так ну в общем то мне еще очень нравится интересная интересная такая особенность что ни северные ни южные полюса не смогли отнести к какому-то из часовых поясов и поэтому они имеют например даже антарктида у нее 12 часовых поясов если стоять возле этого самого полюса это условная точка но тем не менее то можно тоже как бы путешествовать во время то есть ты ходишь вокруг этой точки и там оттуда выходят разные часовые пояса и там разное время и по идее ты можно сказать путешествуешь во время и это все ну здорово здорово так ребята ваше удивление меня удивило то что вообще ну если ты как его просто ну если ты в России да и у вас ночь да сейчас а если вы ко мне в Австралию то у вас рано утро да это поэтому очень трудно людям если на самолете куда далеко прилетать то трудно приспособиться организму сначала то есть спать вроде бы можно сказать не хочется но при этом уже ночь в этой стране но у тебя должно было быть утро поэтому ты спать не хочешь организм так быстро не может к этому привыкнуть ну и майя сказала неправильно у нас в России тоже утро по идее да в России уже на Чукотке на Чукотке даже раньше чем в Австралии на Чукотке даже раньше чем в Австралии в Америке в Америке где-то в Америке в Новой Зеландии похоже Женечка выведи карту пожалуйста самый широкий поезд находится в Африке в Америке вроде бы нет вот тут вот это получается в Северной Африке широкий широкий вот это нигде такого нет ну почему например вот здесь вот это сейчас не поможет такой ширины он там есть только в Канаде и ну конечно в Гренландии там вся золотая а вот такой вот ширины в три страны вот в этом вот месте я просто получается в Китае где-то да где-то вот тут вот вот туда тоже а где Китай тоже широко а нет там просто наверное по цвету там слились одинаковые цвета нет вот это вот ну да они слились ну да они там слились вот еще Гренландия вот тут вот еще у нее очень широкий тоже но дело в том что не надо сравнивать Гренландию и Африку потому что здесь же смотри карта какая здесь карта она развернута если посмотреть натуральную величину то Гренландия в два раза меньше чем она здесь нарисована да вот потому что они исказили масштаб в северной части получилось земля шире ну да чтобы вот такие вертикальные полосы нарисовать мы же живем все-таки на шарике а не на плоском поле да поэтому конечно самая широкая в северная но правда там пустыня там без разницы ну да я не знаю почему его так отширять нести но там же все равно люди живут какие-то там по самому берегу серверного моря живут да и вот то что я говорила вот тут вот линия смены дат я забыла показать о чем это синенькая да она выделена на карте ну только в мае у нас живет целых два часа от этого места да получается вот тут вот самое раньше всего утро наступает я даже не знаю какие здесь страны Чукотка это линия между Алясской и Чукоткой по Берингову прориву проходит ну там Новая Зеландия вот например она одна из самых первых идет ну да она спасибо Женечка так ну что ребята больше нету выступающих Алло новенький я ребята кто новенький Алло новенький у нас прямо да ребята все с наступающим новым годом увидимся 4 января спасибо огромное до встречи в новом году до свидания спасибо 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 Спасибо.